Ну что, привет криптоманьяки, с вами Flalala, это канал CryptoCommons и сегодня у нас много всего интересного, в частности перевод двух грамотных чуваков по аналитике рынка, это Олеси Орастани и Бенджамин Коэн, оставлю ссылки на их каналы в оригинале в описании, если понимаете English, подписывайтесь. Ну и конечно же, если вам нравится такой контент, не забудьте навалить лайков, подписаться и написать коммент, в общем, этим вы помогаете моему каналу, спасибо, чуваки. Ну и давайте начнем прямо с них, что они думают по рынку, сейчас вам расскажу. Привет, это Олеси, надеюсь у вас все ништяк и в сегодняшнем видео небольшой апдейт по ситуации с биткоином. Мы сходим посмотрим на вот этот график, который я показывал какое-то время назад, давайте взглянем на малый таймфрейм, на дневной график биткоина. И вы видите, у нас здесь очень зажатый sideways, зажатый флетовый диапазон сейчас у биткоина, выглядит не очень круто, да? Многие в растерянности, вот ничего кроме флета и sideways, экшена. Очень много прострелов туда-сюда, вымывающих трейдеров. Давайте посмотрим на больший таймфрейм, на недельный. И на самом деле лучше смотреть даже на крупные таймфреймы, потому что это как бы сглаживает весь шум, который мы видим на малых таймфреймах. Вот двухдневный, трехдневный и вот недельный. И мне нравится смотреть на средние таймфреймы и на большие. И какое-то время, несколько недель назад, я заметил, что 21-недельная скользящая, 21-weekly moving average, на биткоине будет очень важная. И вот вы ее видите, вот синяя линия на графике. Фишка в чем, что обычно всегда, когда на недельке цена выходит выше этой 21-недельной скользящей, и пока цена не падает ниже нее, не проваливается нижняя, то это может быть начало нового аптренда. Если вы посмотрите назад, некоторые попытки не увенчались успехом. Вот мы неплохо так пробили эту 21-недельку, но не закрепились над ней, а провалились под нее и бам, краш. И упали на 200-недельку, и уже от нее отскочили. Вот другой пример для вас. Октябрь прошлого года. Тоже мы были под ней, потом поднялись, и опять не удержали ее, видите? Но в предыдущем году, в 2019-м, когда было хорошее ралли, видите, пример, как мы ее удержали. Вот биток пробился из-под нее, и закрепился над ней, и было мажорное ралли наверх. И потом мы все-таки пробили ее вниз, и это вызвало серьезную коррекцию. Или посмотрите на 2018-й. У нас было несколько попыток пробиться на нее и закрепиться, и мы все... Каждый раз ложный пробой, и мы падаем под нее. Видите, в медвежьем рынке она выступает как сопротивление. Вот эти все попытки. Опять падаем. Видите, несколько попыток в 2018-м провалились. Так что, почему я это использую, это важно, что как только цена закроется под ней, именно недельная свеча закроется под этой 21-недельной скользящей, это нам скажет, что это нифига не старт нового восходящего движения, и риск увеличится в движении вниз. Смотрите, например, в 2017-м. Вот на логарифмическом графике виднее. Мы видим... Посмотрите, как она прекрасно выступала линией поддержки. То есть, когда у нас реально бычий рынок, цена все время отскакивает от нее. Есть, конечно, небольшие сопли вниз, но телом свечи, вот, видите, она отскакивает и закрепляется выше. То есть, эта линия выступает в качестве поддержки. Вот, опять, видите, откат, отскок, откат, отскок. И вот только когда мы ее пробили в начале 2018-го, перед мажорным крашем, перед медвежьим рынком, тогда, да, вот она ложная как бы... Она ее пробила, потом ложная отскочила и уже пробила окончательно. Так что сейчас очень важный момент. Смотрите, хорошие новости, мы над ней. Мы над 21-недельной скользящей. Так что вот, наблюдая на недельном таймфрейме, это убирает много шума и всякого рандомного прайс-экшена, который мы видим на малых таймфреймах. Так что посмотрите на недельку, и хорошие новости, что мы все еще удерживаем эту 21-недельку. Это позитивно для биткоина. Что это значит? Что до тех пор, пока мы удерживаем эту 21-недельку, которая, между прочим, где-то на 8700 сейчас находится уровня. Я все еще жду бычьих перспектив. Если... Теперь, ребята, если биткоин все-таки падает и закрепляется нижнюю, если он это делает, я не говорю, что это будет, но если это будет, тогда я поменяю свое мнение и буду больше медвежьи настроен на рынок. Так что пока мы ее удерживаем, я все еще настроен по бычи. Надеюсь, это более-менее понятно. И вот еще, что важно. Я показывал это для членов своей группы, закрытой. Вот этот волновой график, где мы сейчас находимся потенциально в волне 4, коррекционной. Это типа Elite Wave LTA индикатор, который автоматически расставляет волны. Вот, и мы видим, что... Моя позиция пока не изменилась, когда я делал видео про паттерн крокодил. И многие чуваки не понимают просто, что волна 4, коррекция волны 4 может быть очень непредсказуемой, очень замороченной. Но я все еще верю, что это волна 4, длинная затяжная коррекция, такая флетовая. Теперь смотрите, вот, посмотрите на этот график. Это пример Complex Correction Example. Пример комплексной коррекции. Это паттерн, который, мне кажется, в котором мы сейчас находимся по биткоину. Паттерн комплексной коррекции. Посмотрите, это что-то, что вы должны оценить. Посмотрите, как выглядит четвертая волна коррекции. Она не всегда очень простая. Иногда она выглядит как вот эта, или как вот эта. Вот эта больше похожа на то, что сейчас мы видим. Но фишка в том, что она просто очень какая-то непредсказуемая, флетовая. Видите, выносит всем стопы. Собственно, фишка в чем? В общем, самое главное в этой волне 4, все ее назначение, по сути, это чтобы вас ограбить на весь профит, который вы сделали на волне 3. Потому что, смотрите, подумайте, ребят, многие трейдеры, или особенно новички трейдеры, они особо даже не знают разницы между волной 3 и волной 4. Потому что они не знакомы с Elliot Wave теорией. И вот у вас волна 3 идет, и у вас есть офигенный трендовый рынок. Цена идет отлично в вашу сторону. Это то, что мы увидели на биткоине недавно. Вот, давайте посмотрим на дневном графике. И вот мы видим, у нас был отличный трендовый рынок. В принципе, вот после дна в марте, видите, у нас был хороший восходящий тренд. И потом что произошло? И мы вошли в волну 4, в коррекционную. И волна 4, это в целом как казино. Это немного как казино. То есть, казино, любое, хочет, чтобы ты оставился и играл у них как можно дольше. Почему? Потому что казино знают, что чем дольше вы у них играете, тем вероятнее вы потеряете деньги. Так что, помните, что волна 3, трендовая волна, трендовый бычий рынок, но люди часто не понимают, что когда волна 3 заканчивается, начинается очень непредсказуемая жесткая волна 4, коррекционная, где казино забирает деньги, какие-то часть денег или все деньги, заработанные людьми на волне 3. То есть, все назначение волны 4 в том, чтобы вы весь свой профит, заработанный на трендовом рынке, слили на стоп-лоссы, или в лучшем случае на комиссии и так далее. Представляете, висеть в лонге, висеть этот флет и платить фандинг еще каждое, все это время. Или сколько стопов здесь можно было нахватать. Короче, вот такая вот история. Ну, вот так вот вкратце Олесио, короче, вам рассказывает. Вот, если понимаете английский, посмотрите его в оригинале. Так, а еще вот у Бенджамина Кована есть прикольный преамбула к бычьему рынку. Сегодня у нас биткоин продолжает флетовое движение, готовится к мультигодичному булрану. Мы много говорили о том, что биток идет во флете сейчас, и важность от того, что биток шел в какое-то время во флете и нашел поддержку в этом регионе. И вот, что я хочу вам показать, это предыдущее начало предыдущего бычьего рынка в 2016, в конце 2015, в начале 2016. И вот, что важно, если вы посмотрите на этот регион, у нас было движение во флете почти полгода. Полгода. Ну да, где-то полгода, 175 дней. И вот это был тот момент, где 20-недельное скользящее удержалось как поддержка первый раз. То есть, смотрите, даже если вот с этой свечки отсюда мерить, то это вообще 200 дней. Движение в боковике. Ну, вы можете видеть здесь, что все равно это флэт, боковик, но тем не менее, вот, есть движение вниз, внутри него резкие движения вверх, но в достаточно в сжатом диапазоне. Опять же, это достаточно большие движения в биткоине, но если вы посмотрите в размере всего будущего цикла, то они совершенно не такие большие уже, кажется. И, окей, с чего начался предыдущий бычий рынок? Смотрите, было хорошее параболическое движение наверх первое. Дальше мы немного откорректировались и пошли в боковике. И фишка в том, что у нас был флэт в, как бы, в линию поддержку, в эту 20-недельную скользящую, видите? То есть, мы ее удержали. И вот, что мы хотим увидеть сейчас, что мы идем во флэте в эту 20-недельную скользящую, и удерживаем ее как поддержку, и после этого уже начинаем. И это оптимистичный знак был бы, если бы мы пошли во флэте и удержали ее как поддержку. Если сейчас посмотрим на наши дни, то вот похожая ситуация. Мы увидели движение вверх, и теперь вместо того, чтобы скорректироваться сильно, как мы видели в последний раз, вот в марте в ковидовскую историю, нам нужно увидеть, как мы идем во флэте выше этой 20-недельки, и удержать ее как поддержку. Соответственно, если бы мы пошли во флэте вот там ниже, когда упали, то это уже нифига не прикольно было, потому что нам сначала нужно еще пробиться на верх нее. А то, что сейчас вот это нас напрягает, да, и это как бы... То, что вот это нам кажется сейчас скучным, это на самом деле как бычий рынок начинается. Предыдущий бычий рынок, если вы посмотрите, вот он именно так и начался. И в реальности, если вы смотрите какие-то годы на график, то периоды были, когда цена даже сильно так не менялась, где-то полгода. Когда мы смотрим назад, мы думаем, вау, чувак, это такое крутое движение. Но реально, мы не думаем о том, что это занимало очень много времени, чтобы перебить даже all-time high. И когда биток только пробил all-time high и удержал эту 20-недельную скользящую как поддержку, вот тогда пошло параболическое движение. То есть сейчас, если по аналогии, цена биткоина двигается во флете. Мы видим, мы видим, 20-неделька пошла вниз, но мы надеемся, что она не пойдет сильно вниз. И вот мы понимаем, что она здесь вроде пошла вниз немного, но поскольку она находит среднее значение и нижних, и верхних свечей, поэтому она так сильно не упала. И сейчас, по идее, она пойдет наверх, пока мы над ней. Так что значит, что она будет... По идее, вот, если мы держимся во флете, то она начинает расти, потому что верхних свечей больше. Если биток начинает расти, тут важно акцент сделать на слово «если». Если биток начинает расти, то биток ходит в между 8600 и 10000, и в какой-то момент биткоин находит в ней поддержку, ну, допустим, вот в районе 9200 на уровне этой линии поддержки, 20-недельной скользящей. Если вы увидите что-то такое, то это будет отличное... Отличное повторение похожей рыночной структуры, что и была предыдущей буллран. Ну и как-то так, вот. Тоже мы, как бы, с вами суть уловили вкратце. Чуть-чуть вперед я его мотаю. И вот, опять же, вернувшись к логарифмической регрессии, вот у нас вот эти зеленый коридор, это, по сути, зона аккумуляции, да, скажем, недокупленная, перепроданная зона. И красная зона сверху, это зона перекупленности уже, соответственно, зона продаж потенциального шорта. Так что, если вы посмотрите на среднюю, на честную, как бы, на честную оценку, это желтая линия в центре. То есть нижняя – это дешевая цена, желтая – это средняя цена, честная цена, и красная – это уже большая цена, перекупленная. И мы видим, что мы сейчас много времени уже провели под честной ценой, под нормальной. между низкой ценой и честной ценой. Так что, вот мы потихонечку, потихонечку, где-то между этих двух линий остаемся. Ну и потихонечку вот так вот начинаем расти. Суть вы уловили, короче, если хотите, более детально подписывайтесь на Бенджамина и на Олесева, смотрите их на английском. Вот. То, что я вам хотел перевести, из них я перевел, сказал. Ну и теперь сейчас немного свою тему выскажу. Так, ну вот. Собственно, вот мы посмотрели переводы. И от себя, что я могу, что хотелось бы сказать. В принципе, все то же самое. Смотрите, как бы, вот, это мы на малых таймфреймах видим, да, какой-то такой более эмоциональный у нас график. Вот, нифига себе, памп. Все, типа, все забыл рам встали. Тут у нас, нифига себе, дамп был. На эфире это еще виднее было. Барт Симпсоны всякие рисуются. Но если мы так отдалимся, вот, посмотрим на дневки хотя бы, тут, как бы, вообще другая картина. В принципе, ничего не поменялось особо. Ну, за исключением того, что вот мы пробили вот эту нисходящую трендовую линию сопротивления. Вроде как мы ее пробили наверх. Вот. Но опять же, ее как бы пробили, не пробили, можно ее и вот так нарисовать. Но вот я рисовал так, по вот этим пикам. Вроде как мы выходим вверх. В общем, надо смотреть, не ложный ли это пробой. Потому что вот то, что рассказывали чуваки, до сих пор у нас вот здесь вот все-таки это зона поддержки. И то даже она может быть пробита. Это где-то 8800, сейчас 8900. Может быть туда ложный пробой и потом наверх. Может еще сильно ниже уйти, как бы. Все рынки колбасит. Вон, посмотрите, что с Теслой. Да, Тесла себя ведет вообще, как биткоин в 2017. Серебро сегодня пампит хорошо. Серебро, вон, вообще, как Chainlink выглядит на днях. Вот. Ну, то есть, короче, кстати говоря про Chainlink, вот он у нас есть на Femix. Да, и напоминаю, что начинают трейдерский марафон. Пока на двух биржах, на Femix и на Dudex. Вот. На Femix будем торговать как раз линком, Тезосом, возможно, золотом. То, что вот тут у них есть представлено, вот здесь в контракт трейдинге. Вот. Будем разгонять небольшой депозитик. 200 баксов вот у нас тут есть. Вот их будем разгонять на Femix. Собственно, начинаем с сегодняшнего, завтрашнего дня. А на Dudex будем разгонять 500 бачей. В парах биткоин к Тизеру и эфир к Тизеру. Вот. Собственно, не знаю, сколько это займет. Месяц-два посмотрим. И, что хочу сказать. Да, на Dudex у нас дополнительные бонусы. Еще сейчас действуют по нашей ссылке из описания. Сейчас они появятся на экране. Соответственно, если вы делаете депозиты, соответствующие, как написано, вы получаете дополнительные эти бонусы, вплоть до 200 долларового бонуса, если вы делаете депозиты в USDT. Если вы хотите сделать депозит в битке, тоже можете получить вот эти вот бонусы. Но только обязательно свяжитесь со мной, я свяжусь с поддержкой, потому что по умолчанию бонусы идут для тех, кто делает депозит в USDT. Но если вы сделаете в битке, я им напишу, вы скинете мне свой UID, вам сделают бонусы в битке. На Dudex прикольно можно торговать биткоин к доллару в обеспечении битка и биткоин и фирк доллар в обеспечении тизера. Плечо 100x, удобный риск-менеджер вот тут вот. Правда, он не работает в кроссе, но он работает в обычном изолированной марже в пятом, десятом плече и не даст вам много слить. Хорошая штука. Я по нему делал обзор отдельный. Сейчас появится он у вас сверху справа. Вот. Ну и, собственно, будем марафонить. Че? И, короче, чтобы быть в курсе, поскольку на YouTube все выкладывается позже, в том числе, добавляйтесь обязательно в Telegram-чат к нам вот здесь, в шапке или в ссылке в описании. Там все будет выкладываться оперативно и быстро, по трейдам там. Че, куда. Сигналы, конечно, я не люблю это слово, но можно сказать, что буду сигналить и писать, че, как получается. Вот. Опять же, сейчас стараюсь эмоции как бы притушить все вот эти краткосрочные и взглянуть вот так вот макро-таймфреймами, как сейчас я вам говорил, как чуваки говорили, вот, которых я переводил. Собственно, предпочтительно, конечно, лонг, но будем смотреть сейчас, что с рынками, эти акции долбанные, он колбасит. Как бы они могут за собой тоже утянуть биток и вниз, как минимум в краткосроке. Ну, в общем, будем смотреть. По линку, да, че, линк, собственно, вроде как отшартился, но не до конца он еще отшартился, мне кажется. Но будем смотреть. Опять же, интересно. Попробую поторговать линком. Ну, и че можно еще сказать? Да, вчера выложил видео, большой обзор по всем биржам, вот он, какую биржу выбрать, в чем их отличия и так далее. Очень много потратил на это времени, сил. Сейчас тоже сверху оно у вас появится. Нигде я его не спамил, и YouTube как-то медленно его очень выдает. Статистика у него что-то ниже среднего, я смотрю. Тоже по-братски навалите лайкосов и комментов, если вам не лень. Вот. Ну и, собственно, да, вот так подкат. Вот у нас есть такая ссылка toplink.cc Cryptocomments. Потому что очень много ссылок иначе в описании. И YouTube что-то иногда банит, закрывает видосы. Вот. И, в общем, я стараюсь только нужные ссылки давать. А здесь все наши ссылки, если что, переходите. Вот YouTube канал, Telegram чат, все биржи проверенные, на которых работаю сам, обменники. Вот это FastChange очень хорошая шахта. Шахта для побольше объема и только на биток. FastChange на альты тоже на банковские карты. Отлично работает. И краны. Вот, собственно, FreeBitcoin. Ну, там все остальные рабочие. Всякие скамовые, которые не платят, я отсюда убираю. Были пару ссылок, которые оказались скамовые. Ну, вот, в общем, все ссылки проверенные, рабочие. Если вы до сих пор не используете Brave Browser, обязательно поставьте тоже по моей ссылке. Этим вы поддерживаете развитие канала. Вот. Если вдруг хотите оставить донейшн, донейшн и сюда. Вот. Bitcoin, ETH и Unstoppable Domains. I think so. Точка крипто. Ну, и вроде, да, пошло. Вот у нас движение наверх. Будем смотреть. Я, если честно, вчера рассчитывал более резкое движение наверх. Ну, в принципе, плавное тоже ничего. В общем, начинаю трейд-марафон, ребята. Подписывайтесь на Телеграм, буду там все писать и выкладывать видосы уже постфактум, что получается по сделкам. Ну, и, наверное, буду пару прямых трансляций проведу тоже постараюсь за этот период. Так что, будьте на связи, подконнекчивайтесь, будет интересно. Все, всем профита. Это канал CryptoComments. Не забудьте подписаться, поставить лайкос. И, будьте осторожны, рынок все-таки сейчас очень волатильный. Обязательно используйте риск-менеджмент, стоп-лоссы. И будет вам счастье. Пока.